Икону святого Пантелеймона можно встретить в каждой российской больнице. Великомученик почитается в православной церкви как целитель. И то, что возле свято-пантелеймоновского храма в поселке Сухая Самарка построили поликлинику, прихожане считают промыслом Божиим. Храм действует в приспособленном помещении с 2000 года. Сегодня здесь отметили престольный праздник. Святый великомученич и целитель Пантелеймоним, моли Бога о нас! Даже в небольшом помещении в этот день на службу собрались сотни верующих со всего поселка Сухая Самарка. И это еще не выходной день по воскресеньям. Особенно в большие праздники здесь яблоку негде упасть. Причем число прихожан только прибывает. А потому было принято решение построить рядом со старым храмом большой собор в честь святого Пантелеймона. Большой храм для большего количества народа. Потому что на праздниках вообще очень теснится народ в этом храме маленько. Для детей в этом большом храме будет большая воскресная школа. То, что можно туда детей отправлять, то, что с ними будет заниматься. Нравственное воспитание. Это самое главное в наше время для детей. Согласно проекту, это будет один из самых масштабных храмовых комплексов Самары. Высота колокольни более 40 метров. То, что уже построено, это всего 16 метров. Строительство началось в 2008 году. Изначально планировалось сооружение храма завершить быстро, но в дело вмешался финансовый кризис. И работы немного замедлились. Но стройка продолжается. Это значит, что на Сухой Самарке появится большой духовно-просветительский центр. Здесь, конечно, планируется целый комплекс. В сокольной части будет трапеза. Ну и помимо храма, конечно, я надеюсь, со временем с Божьей помощью, духовно-просветительский центр. Здесь, конечно же, должны быть созданы все условия, чтобы человек мог не только прийти в храм помолиться, но и получить то, что мы называем просвещение. А когда собор будет построен, еще больше людей смогут приходить в духовную лечебницу. Причем не только на богослужение, но и для участия в образовательных мероприятиях. Олег Зверев, Артем Филайманов. События.